С момента рождения С момента рождения В 1964 году пост генерального секретаря ЦК КПСС занимает Леонид Ильич Брежнев. Он приносит с собой простой и отработанный им еще в Казахстане способ пополнения бюджета за счет продажи алкоголя. Так называемыми пьяными деньгами. Планово наращивалось производство алкоголя. Строились новые виноводочные заводы. Производство алкогольной продукции в стране увеличилось на 700%. Как же удалось убедить одну из самых трезвых стран Европы отдавать свои деньги за алкоголь? А ведь Россия традиционно была самой трезвой страной в Европе. На протяжении 400 лет мы пили меньше всех. К началу 1960 года один советский человек в расчете на чистый спирт пил меньше англичанина в три раза, меньше американца в семь раз и меньше француза в десять раз. В стране разворачивается пропаганда умеренного употребления алкоголя, так называемая концепция культурного питья. Людей надо было заставить пить спиртное, убедив, что это нормально и даже хорошо. Отлаженная советская пропаганда Планово начинает наполнять кинофильмы сценами употребления алкоголя, вбивая в головы наших граждан новые образцы поведения. Врачи рекомендуют успокаивать нервную систему, расширять сосуды, петь. По всей стране специально подготовленные лекторы ведут просветительскую деятельность, рассказывая о том, как правильно культурно употреблять спиртное, навязывая людям так называемый ложный или псевдовыбор. Предлагают два варианта – либо стать алкоголиком, либо умеренно пьющим. Вариант совсем отказаться от алкоголя не предлагается. Все, конечно же, выбирают стать культурно пьющими. В результате за 20 лет уровень потребления алкоголя на душу населения увеличился в 4 раза – с 3 литров в 1960 году до 10,8 литра в 1980. Население огромной страны начинает считать алкоголь частью своей повседневной жизни, традицией, считать это своим личным выбором. По сути, нас стали учить культурно принимать наркотик. Ведь основу любого алкогольного изделия – пиво, вина, водки, коньяка, неважно, дорогих или нет – составляет этиловый спирт – этанол. Его химическая формула – С2H5OH. Этому нас учат даже в средней школе. Но нас нигде не учат, что алкоголь является наркотическим смертельным ядом. Между тем, ГОСТ, принятый в СССР еще в 1972 году, прямым текстом утверждал «Этиловый спирт – это легко воспламеняющаяся, бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы». Интересно, что с развертыванием пропаганды употребления алкоголя ГОСТ неоднократно переписывали. Вот какие изменения вносятся в ГОСТ в 1982 году. Этиловый спирт – легко воспламеняющаяся, бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к сильнодействующим наркотикам. И в 1993 году. Этиловый спирт – легко воспламеняющаяся, бесцветная жидкость с характерным запахом. Как мы видим, за 20 лет полностью исчезли из первоначального определения слова о том, что он относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы. С фармакологической точки зрения действие алкоголя на организм является типичным действием наркотического типа. Алкоголь – это та же наркомания, только, ну, будем говорить, немножко в другом виде. Рост алкоголизации в стране привел к резкому падению рождаемости и росту смертности. Но кроме этого, наша страна столкнулась с более серьезными последствиями от скрытой алкогольной пропаганды. С 60-го по 80-е годы в нашей стране количество детей с физическими и умственными отклонениями выросло в разы. Каждый из нас обладает уникальным кодом своей индивидуальности – кодом ДНК. В ДНК зашифрованы все параметры нашего организма посредством очень сложных комбинаций генов. И если человек повреждает любой из генов, этот ген уже никогда не восстанавливается. В каждой клетке нашего организма находится 46 хромосом, но в половых клетках их 23. При соединении мужской и женской половых клеток хромосомы объединяются. У женщин число половых клеток в яичниках ограничено. Яйцеклетки формируются до рождения и в первые три года жизни девочки. Если эти клетки повреждаются, например, алкоголем, то они уже никогда не восстанавливаются и не обновляются. Даже малые дозы алкоголя повреждают оболочку яйцеклетки и, проникая внутрь клетки, разрушают структуры ДНК. И нельзя предугадать, какая яйцеклетка будет оплодотворена сперматозоидом – здоровая или поврежденная спиртом. Я хочу обратиться к девушкам. Отдавайте себе отчет, что употребление алкоголя в любых формах и даже самых незначительных дозах неминуемо наносит вред вашему будущему ребенку. На генетику мужчин алкоголь оказывает не менее пагубное воздействие, чем на женскую. Дело в том, что в семенниках мужчин в их сперматогенном эпителии образуется от 3 до 10 миллионов сперматозоидов в день. Сперматогенный эпителий – это самая быстро делящаяся ткань в организме. И в первую очередь на нее действует алкоголь, который является сильнейшим мутагеном. Если из крови человека алкоголь уходит примерно через сутки, то в некоторых внутренних органах, например, мозг, поджелудочная железа и половые органы, алкоголь будет держаться 25 дней. За это время произойдет около 125 миллионов делений сперматозоидов. Под влиянием алкоголя практически все поделившиеся половые клетки мужчины будут серьезно повреждены. Если происходит регулярный прием алкоголя мужчины, то через несколько лет в его семенниках почти не останется ни поврежденных, ни мутантных сперматозоидов. Вот что об этом сказал наш известный соотечественник, выдающийся врач-хирург, академик Федор Григорьевич Углов. Под угрозой находится генетический код нации, а он-то и есть ее главное сокровище. За счет чего еще можно увеличить продажи алкоголя? Конечно, расширяя рынок сбыта, привлекая к спиртному женщин, молодежь, детей. Очень многое делается, и это надо понимать, для того, чтобы смотивировать молодого человека к алкоголю. Что же можно придумать, чтобы вовлечь молодежь и детей в употребление алкоголя? В большинстве случаев сложно заставить подростков отдавать деньги за водку, и алкогольные компании нашли простой выход. Можно уменьшить содержание спирта, добавить подсластителей, улучшителей вкуса, создать яркую упаковку. Самые социально опасные алкогольные изделия – это слабые изделия. Это пиво, вино, это коктейли алкогольные. В свое время я участвовал в проекте создания известного алкосодержащего энергетического коктейля. Это то, с помощью чего можно подсадить молодежь на употребление алкоголя. То есть это промежуточное звено между водкой и колой. По вкусу похоже на лимонад, а запах алкоголя в нем тщательно замаскирован ароматизаторами. Надо сказать, что компания потратила много времени и средств, чтобы получить официальное разрешение на его продажу. Зато сейчас это один из самых продаваемых коктейлей на рынке, несмотря на частые случаи отравления подростков. Особая, головная роль в деле наркотизации молодежи принадлежит пиву и пивному образу жизни. Пиво является по факту не только самым опасным алкогольным изделием, но еще и средством разрушения гормональной системы. В этом виноват один из компонентов пива – хмель. Именно он придает пиву специфический горьковатый привкус. Но самое интересное, что хмель содержит фитоэстрогены – растительные аналоги эстрогенов – женских половых гормонов. В сутки в организме здоровой женщины вырабатывается примерно 0,3 мг эстрогенов – половина крупинки сахара. Но этого количества вполне достаточно, чтобы женщина оставалась женщиной. Содержание фитоэстрогенов в одном литре пива в 100 раз больше – до 36 мг. От переизбытка этих гормонов у женщины развиваются тяжелые эндокринные нарушения. Рост волос на лице, ожирение, огрубение голоса. Чем раньше девушка приобщается к пиву, тем меньше у нее шансов родить здорового ребенка. При варке пива, даже без алкогольного пива, в раствор пива добавляют хмель. А хмель – это наркотическое растение, ближайший родственник конопли. Так вот, при выварке хмеля в раствор пива, даже без алкогольного, вывариваются вещества, которые называются фитоэстрогены. У мужчин фитоэстрогены пива подавляют выработку тестостерона – мужского полового гормона. Постепенно в организме мужчины начинают доминировать женские гормоны. У любителя пива со временем растет живот. Развивается очень опасное для здоровья висцеральное ожирение. Набухают грудные железы. Пропадает влечение к женщинам. Развивается половая слабость. Больше всех в Европе от пива пострадали Германия и Чехия. И в Чехии самая популярная поговорка о пиве такая. Любитель пива подобен арбузу. У него растет пузо, но отсыхает кончик. Кончик отсыхает. Очень тонкое наблюдение сделали чехи насчет пива. По женскому типу на бедрах и талии откладывается жир. Мышечная масса также замещается жиром. И у любителя пива смещается гормональная равновесие в сторону женского начала. То есть он из мужика потихоньку начинает превращаться в бабу. Для достижения успеха манипуляция должна оставаться незаметной. Успех манипуляции гарантирован, когда манипулируемый верит, что все происходящее естественно и неизбежно. Короче говоря, для манипуляции требуется фальшивая действительность, в которой ее присутствие не будет ощущаться. Эффективнее всего эту фальшивую действительность создают средства массовой информации. Они являются ретрансляторами авторитетных мнений, которые принимаются людьми, а затем воспринимаются ими как свои собственные. Они действуют в обход сознания человека. Вот что об этом пишут сами представители рекламы. Скрытая реклама позволяет воздействовать на ваших потребителей ненавязчиво, но эффективно. Она воспринимается людьми не как реклама, а как обмен информацией по интересующему их вопросу, и потому не вызывает отторжения. Методы скрытой рекламы идеально подойдут для продвижения товаров, реклама которых ограничена законом – спиртное, табак, медикаменты и так далее. За скрытую рекламу алкогольной продукции компании платят огромные деньги. Многие сцены в фильмах, сериалах и ток-шоу специально создаются по заказу производителя алкоголя. По приблизительным оценкам, показ или упоминание о продукции в сериале стоит от 100 тысяч долларов США, в реалити-шоу – от 150 тысяч, в художественном фильме – от 200 тысяч, в книге – от 5, а в компьютерной игре – от 3 тысяч долларов. Существует множество фильмов и сериалов, наполненных сценами употребления алкоголя. Перед нами предстают герои, ненавязчиво употребляющие спиртное, обсуждающие какое-то событие в своей жизни за рюмкой спиртного. Я прошу обратить внимание на все наши многочисленные сериалы. Совершая подвиги, спасая людей, будучи благородным в своем поведении, защищая Родину, при этом пьют – это циничная, очень подлая схема вовлечения молодого человека в потребление алкоголя. Мы начинаем подражать им, неосознанно перенимая их поведение. Экспериментально доказано, что рекламному бренду достаточно на 2 секунды появиться на экране, чтобы запечатлеться в нашем подсознании. Через кино, сериалы, телешоу организован такой поток образов, что ресурсов психики не хватает, чтобы их критически оценить. В результате они проникают в подсознание. Человек думает, что это нормально, раз так делают все. Если многие пьют, значит можно и ему. Посмотрев сцены сериалов, изобивающих употребление алкоголя, у подростков, юношей и девушек складываются определенные стереотипы относительно норм употребления алкоголя. Употребление алкоголя начинает восприниматься молодыми людьми как некая норма, некий атрибут повседневной социальной жизни. Скрытая реклама подстерегает нас на каждом углу. Одним из примеров скрытого программирования сознания подростков является реклама в магазинах. После 18-ти, в 18 лет подтверди. Все это способы манипуляции производителями алкоголя. Алкогольными компаниями был придуман хитрый способ манипуляции сознанием молодежи внушить подросткам, что алкоголь – это признак взрослости. И обратите внимание, все вот эти стикеры «До 18 лет, 18 лет подтверди» распространяют сами алкогольные компании. Вот что написано об этих стикерах на сайте одной из крупнейших международных пивоваренных компаний. Следует отметить, что использование данного знака не предусмотрено федеральным законодательством. Этот шаг является инициативой самих компаний. Для нашего холдинга акция «После 18» является логическим продолжением его социальной политики, направленной на пропаганду ответственного потребления пива. А вот, скажем, до 18 лет запрещено продавать и употреблять алкоголь. А значит, алкоголь – это признак взрослых. Значит, после 18-ти разрешено. Ну, значит, давай стремись, молодой человек, стремись к тому, чтобы побыстрее приобщиться к этой взрослой жизни. Так они втягивают их в употребление алкоголя, заставляют думать «Я пью, значит, я взрослый». Что еще можно сделать, чтобы втянуть подростков в алкогольную зависимость и заставить их отдавать свои деньги за спиртное? Можно программировать сознание молодежи прямо в школах. В июне 2012 года в Совете Федерации Российской Федерации одной из крупнейших международных пивоваренных компаний была представлена программа для школ «Семейный разговор», в соответствии с которой специально обученные психологи уже проводят программы для школьников и объясняют им, какое значение имеет ответственное употребление алкоголя. И алкогольные компании не смущают, что есть прямой запрет правительства России на такую деятельность. Распоряжение правительства России от 30 декабря 2009 года Вот такая методичка была представлена участникам «Круглого стола» в Совете Федерации. Обратите внимание на приведенные из нее цитаты. Для людей, пьющих ответственно, употребление алкоголя – нормальная часть жизни. Если вы пьете благоразумно, ваши дети с легкостью переймут положительные привычки. С медицинской точки зрения, алкоголь – успокоительное средство. Если такие программы представляются на таком высоком уровне, остается только догадываться, какие колоссальные деньги зарубежные компании тратят на приобщение нашей молодежи к алкоголю. Что же это за прибыли и сверхприбыли от продажи алкоголя, о которых мы все слышим? Насколько на самом деле прибылен этот бизнес? Люди старшего и среднего поколения помнят, что в советское время доходы от алкогольной монополии были сравнимы с нефтяными. В 1992 году государство отпустило монополию. В результате потребление алкоголя, а также смертность наших соотечественников увеличилось в два раза. По закону, например, минимальная стоимость одной полулитровой бутылки водки составляет 170 рублей, тогда как стоимость ее изготовления всего 15-17 рублей. Это означает, что продажа каждой бутылки приносит тысячу процентов прибыли. Вообще мало кто знает, что себестоимость содержимого в алкогольных продуктах очень низкая, и качество самых дорогих практически не отличается от самых дешевых. Но эта тайна, она доступна только специалистам из этой отрасли. Фактически вам предлагают купить яд по той цене, которую вы можете себе позволить. Алкоголь – это яд. Если мы говорим о качественном алкоголе, мы говорим о качественном яде. В настоящее время, по оценкам экспертов, более 90% всех алкогольных предприятий принадлежат иностранцам. Это колоссальный бизнес и колоссальные прибыли. И покупая каждый раз дешевое российское пиво, мы участвуем в огромных прибылях гигантских корпораций, которые делают свой расчетливый, холодный бизнес на нас с вами. Основные пивные компании принадлежат зарубежному, европейскому, азиатскому и американскому капиталу. Если кто-то считает, что он пьет пиво «Сибирская корона» и тем самым является патриотом, он глубоко заблуждается. Там, за океаном, сидят хитроглазые люди, которые хохочут до слез, смотрят, как люди гробят здесь свое здоровье, уничтожают будущее, калечат своих детей, и при этом все сверхдоходы несут им туда в их огромный и толстый карман. Например, доходы от пива «Клинская», «Толстяк», «Волжанин», «Сибирская корона» уходят в США. Доходы от пива «Невская», «Балтика», «Жигулевская», «Яр пиво» в Швецию, «Старый мельник», «Белый медведь» в Турцию. А что же получает наша страна? По данным Общественной палаты России, прямые и косвенные убытки от потребления алкоголя более 1,7 триллиона рублей. То есть, это в 20 раз больше, чем акцизы. На каждый полученный рубль страна теряет 20. А нам остаются болезни, горе, смерть, дети-сироты. И так далее. Что еще получает Россия от продажи алкоголя? 82% убийств, 75% самоубийств, 50% аварий, 50% изнасилований происходит в состоянии алкогольного опьянения. По данным Министерства здравоохранения России за 2010 год, среди 16 миллионов школьников 2 трети имеют серьезные отклонения в состоянии здоровья. А абсолютно здоровых детей всего 4%. Сегодня каждая пятая семья в России бесплодна. По мнению врачей, основная причина этого – употребление алкоголя. На недавнем конгрессе, посвященном репродуктивному здоровью, прозвучала такая ужасная цифра, что 40% молодых супружеских пар в Москве бесплодны. Ежегодно в России около 700 тысяч человек преждевременно умирает от тех или иных последствий употребления алкоголя. Это население целого регионального центра, такого как Барнаул или Томск. Еще пример. За все 10 лет боевых действий в Афганистане погибло около 15 тысяч советских военнослужащих. А от алкоголя в нашей стране ежедневно погибает около 2 тысяч человек. То есть за неделю от алкоголя умирает столько же россиян, сколько за 10 лет войны в Афганистане. В одни сомнения, в одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины Ты один мне поддержка и опора О, великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома. Но нельзя верить, чтоб такой язык не был дан великому народу. Представьте, как быстро изменится наша страна, если мы перестанем верить в этот ужасный бред, навеяны западными маркетологами о том, что умеренное употребление алкоголя не вредно, и алкоголь наша национальная традиция. Количество смертей в России сократится на 700 тысяч в год. Настолько же увеличится рождаемость. Будут предотвращены десятки тысяч тяжелых аварий и уголовных преступлений. Будут сохранены сотни тысяч семей. Дети перестанут становиться сиротами, попадать в детдома или проходить ад воспитания пьяными родителями. Практически перестанут рождаться больные дети. Да и взрослые люди забудут про множество заболеваний и станут жить в десятки раз богаче. В нашей стране уже был положительный опыт трезвой жизни. С 1914 по 1925 год в России 11 лет был сухой закон. К чему он привел, можно узнать из трудов врача Введенского. В своем труде «Опыт принудительной трезвости» он приводит статистику по изменениям, которые наблюдал всего через год после введения сухого закона. В Петрограде в августе преступность сократилась на 20%. В Москве на 47%, в Тамбове на 43%, в Туле на 75%, в Костроме даже на 95%. Количество преступлений такого рода, как убийства, нанесение увечий, ран и других телесных повреждений сократилось почти на 60%. Во всех отраслях промышленности, как мелкой, так и крупной, констатируется повышение производительности труда от 30 до 60%. А вот какие изменения произошли после принятия полусухого закона в 1985 году. С 1985 по 1987 годы продажа спиртных изделий в расчете на одного жителя сократилась в 2,5 раза. В результате принятых мер за эти два года на 36% сократилось количество прогулов в промышленности, а производительность труда повышалась ежегодно на 1%, что давало казне 9 миллиардов рублей. Количество преступлений сократилось почти в полтора раза. В 1986 и 1987 годах в стране рождалось на 600 тысяч младенцев в год больше, чем в каждом из предыдущих 46 лет. Мир, который нас окружает, очень сложный и очень точный механизм. В любом механизме, например, в часах, не бывает ни одной лишней детали, которая была бы положена туда просто так. Каждая деталь имеет свое предназначение. Точно так же каждый из нас индивидуален и обладает собственной уникальной неповторимостью. Каждый из нас отмечен каким-то талантом и приходит в этот мир с определенной целью. Но используя техники и алгоритмы манипуляции, нас уводят от нашей миссии, навязывают нам свои цели, используют в своих интересах. Нам навязывают ложную информацию, чужие желания, и выдают их за наш собственный выбор, отнимая у нас нашу судьбу. Но выбор все равно остается за каждым из нас. Необходимо быть внимательным к себе, к окружающей нас информацией. Учиться формулировать свои собственные цели. Учиться задавать себе вопросы. Кто я? Зачем я поступаю так или иначе? Зачем я пришел в этот мир? Только так можно добиться успеха в жизни. И не идти на поводу навязанного мнения. Стать по-настоящему свободным и счастливым человеком. Раскрыть свой потенциал. Стать самим собой. Субтитры создавал DimaTorzok